В Казахстан с государственным визитом прибыл президент Франции Франсуа Оланд. За один день переговоров подписано 15 коммерческих соглашений на сумму 530 миллионов долларов. Теперь казахстанцам не только до французских духов рукой подать, но и до автомобилей, летательных и даже космических аппаратов с Елисейских полей. Какие еще договоренности достигнуты в рамках двусторонних встреч, расскажет наш столичный обозреватель Лиза Цагандыкова. Франция в списке торговых партнеров Казахстана занимает пятое место после России, Китая, Нидерландов и Италии. Товарооборот между нашими странами за последние 9 месяцев достиг более 4,5 миллиардов долларов. Из них 80% это экспорт. Французам продаем нефть, металлы и химическую продукцию, а импортируем французскую косметику, медикаменты и продукты питания. Чтобы еще больше увеличить товарооборот между двумя странами, в столицу Казахстана прибыл президент Франции Месси Аланд. В сопровождении порядка 50 представителей крупного бизнеса. В составе делегации главы Виолия, Тоталь, ИДФ, Фейербас, Хеликоптерс и другие. Кроме того, в Казахстан прибыли представители высших учебных заведений Франции. Они предоставляют возможность взаимно признавать дипломы университетских степеней и позволяют более активно изучать языки, проводить научные исследования. В рамках пятого форума учебных заведений, который пройдет сегодня с нашим участием, планируется подписание документов о межвузовском сотрудничестве. Завтра в Алматы состоится торжественное открытие Института Казахстана Сарбонна, первого французского вуза в Центральной Азии. Нурсултан Назарбаев отметил, что основа двусторонних отношений была заложена президентом Франции Миттераном, который одним из первых в Европе признал независимость нашей страны и посетил Казахстан в 1993 году. Если оглянуться назад и проследить путь, который прошел Казахстан с момента визита Миттерана, то сегодня это совсем другая страна, которая развивается и укрепляется. Мы встречаемся в то время, когда наблюдается напряженная ситуация в отношениях России и стран Европы. Мне бы хотелось, чтобы она разрешилась, и в этом контексте ваша страна играет особую роль. У Казахстана и Франции схожие взгляды на кризис в Украине. Стороны надеются, что путь выхода из него будет найден. Ведь ситуация ухудшает международную обстановку и плохо влияет на экономику не только Европы и Азии, но и во всем мире, заявил Нурсултан Назарбаев. Стороны также рассмотрели возможность налаживания диалога между Европейским и Евразийским экономическим союзами. Мы считаем, что есть возможности выхода, находить компромиссы. Я, со своей стороны, готов для этого предложить усилия Казахстана. И президент Франции в этом поддерживает наши усилия. В Казахстане зарегистрировано более ста компаний с участием французского капитала. Одним из наиболее крупных и успешных предприятий, действующих на территории свободной экономической зоны Астана-Новый город, совместное предприятие по сборке вертолетов «Еврокоптер». Также важный деловой партнер Астаны – компания «Ивэка», чьи автобусы позволят модернизировать общественный транспорт столицы. В настоящее время заключены договоры по проектам «Новая транспортная система» города Астаны, BRT и Ситибас. В области здравоохранения реализуется концепция стратегического партнерства онкологического диспансера Астаны и Института онкологии имени Гюстава Русси. Лиза Цыгандыкова Борженко Жаканов, телеканал «Алма-Аты» при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан.